Мы используем морскую гальку и цветное стекло. Не на полях стадионов Мундиали, а в храме всех религий Казани. Речь о звездах мирового футбола Мухаммеда Салахи и Лионели Месси. Первым здесь появился египтянин еще два месяца назад. Состав мастеров мозаики исключительно женский, поэтому кого именно изобразить на картине, узнавали у друзей. Больше слушали знакомых, болельщиков, кому кто нравится, восходящие звезды этого года. Камушек за камушком в итоге в храме всех религий новые иконы, футбольные. И если Салах к чемпионату уже готов, то Месси только обретает свое очертание. На одну такую работу уходит 60 килограммов камня и два месяца времени. На изготовление вот такой картины из морской гальки уходит огромное количество материала. Именно поэтому мастера считают его не поштучно, а мешками. И на сборку вот этого Мухаммеда Салаха у них ушло три мешка морской гальки. Причем материал, по мнению мастеров, очень важен. От его выбора зависит не только, как будет выглядеть картина, но и какую энергетику она будет излучать. На нее смотришь, гладишь, ощущаешь вот эту энергию. Скажите, а согласились бы подарить эту картину либо Лионелю Месси, либо Салаху? Да мы были бы рады. Для нас это было бы счастье. Однако на групповом этапе эти футболисты в Казани не сыграют. Но мастера верят в силу интернета и в то, что через болельщиков со всего мира футболисты все же увидят свои портреты. Казанцы же смогут сфотографироваться с каменными Месси и Салахом на Баумана. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова